День добрый, друзья! Я Владимир Олейников. Мы продолжаем наше общение. Как я вам говорил, я сейчас заканчиваю картину, и поэтому немного выбиваюсь из своего обычного графика. Так что, видите, мы с вами общаемся не столь чётко и регулярно, как раньше. Но, тем не менее, вот какое-то время выбираю. Значит, по поводу прошлого поста были очень добрые комментарии. Спасибо вам. Напоминаю, речь шла о фестивале, арт-кино, замечательном фестивале, всероссийском фестивале короткометражного фильма. Закрытие которого было в это воскресенье. Я там присутствовал в качестве члена жюри. И должен сказать, что уровень вообще вот этого короткометражного кино по сравнению с прошлыми годами очень вырос. Совершенно замечательные были работы представлены. Кстати, они будут демонстрироваться в кинотеатре «Звезда». Это кинотеатр на Садовом кольце, напротив Курского вокзала. И вот с ним достигнута договорённость о том, что там будут показываться в дальнейшем программы короткометражного кино. Ну вот из самых запомнившихся, например, замечательный документальный фильм Натальи Углицких. Он называется «Потолок», и он посвящён, не помню фамилии сейчас, чемпионке мира по фридайвингу. Это девушка, которая не просто ныряет без акваланга. Она ныряет ещё в совершенно ледяной океан, по-моему, чуть ли не в северном ледовитом океане. Она делает эти свои акции, потому что просто ни на другого слова нет. И то, что ты видишь на экране, это, конечно, фантастика. Красивая обнажённая девушка ныряет совершенно ледяную воду, на которую просто смотреть страшно даже на экране. И плавает там с белугами, под водой. Это необычайно красиво и необычайно внушительно, потому что это как бы демонстрирует какой-то абсолютный беспредел человеческих возможностей. Тем более, повторяю, что делает это не накачанный спортсмен, а красивая молодая девушка. Ну, потрясающий фильм и потрясающая героиня этого фильма. То есть и документальная программа была замечательная, и анимационная, и игровая. Очень много достойных картин. Ну, просто как пример приведу. Там были разные категории, до пяти минут, до пятнадцати, до тридцати минут в рубрике «Игровое кино». И, в частности, вот такой маленький трёхминутный фильм, который мне очень понравился, «Пляска смерти Сансанса», если вы помните, это музыкальное произведение. Под эту музыку сделан фильм практически двумя кадрами. В одном кадре бежит молодой человек, и вот он бежит. Это снято всё на набережной парка культуры. Дальше с ним рядом бежит уже «Невеста», «Фате». Дальше всё на бегу делается, под музыку, одним замечательным кадром. Дальше они бегут, дальше подхватывают коляску с ребёнком, они бегут уже с коляской. Дальше бегут уже, ребёнок уже повзрослел, он подхватывает его на руки, бегут вместе с ребёнком. Дальше появляется вдруг какая-то новая барышня, хватает его справа, невеста слева, в конце концов, вынуждена отстать. Он отдаёт ей ребёнка, бежит дальше уже с этой женщиной, хватается за сердце, появляется доктор, бежит рядом, хватает его, убегает с ним, женщина остаётся. И дальше он бежит один, и в конце концов прибегает на кладбище. То есть вся человеческая жизнь рассказана за три минуты и на бегу. Замечательно придумано и сделано. Вообще много чего могу рассказать про эти фильмы, несмотря на огромную мою нынешнюю занятость. Я пришлось смотреть ночами, но я получил большое удовольствие, такой настоящий импульс. И это очень важно, потому что я вижу, что кино наше не только не умирает, а наоборот развивается. И очень надеюсь, что будет возможность и вам лучше эти фильмы увидеть. Они сейчас поедут по России по 40 городам. От 5 декабря будет присуждаться приз Киноакадемии, уже короткометражного кино, учреждённый год назад, куда вошло 120 наших ведущих кинетографистов. Уже будет вот 5 декабря специальная церемония Киноакадемии, где будет вручаться приз за лучший короткометражный фильм года. Вот. Так что воскресенье фестиваль закрылся. И ещё хотел сказать два слова. Сейчас вот идёт бурное обсуждение. Вы знаете, что Никита Михалков выступил с инициативой показывать в школах лучшее кино. И отбираются как бы 100 лучших фильмов для показа в школах. На сайте Министерства культуры можно внести свои предложения по части этих фильмов. Но, понимаете, это такая как бы полумера, на мой взгляд. Потому что, что значит показывать кино. В целом ряде стран, в том числе во Франции, в Америке, есть специальные дисциплины истории кино. Где в школе действительно преподают и рассказывают достаточно подробно о том, что такое это искусство и вехи этого искусства. Но так же, как и любой другой искусств, так же, как и история литературы, история живописи, история театра. Так же есть история кино. И если такой предмет ввести в образовательные программы средних школ, тогда я понимаю, что есть смысл иллюстрировать этот урок, этот предмет определёнными фильмами. А просто показы фильмов, мне кажется, мало что дадут. Без комментариев серьёзных, учительских, без обсуждений, без пояснений, что, как, чего. Настолько, как бы, присыщены сейчас все бесконечными зрелищами и огромное количество телевизионных каналов, что я боюсь, что просто идея показа, она замечательная, но мало к чему приведёт, если, повторяю, это не будет поддержано специальным вниманием, специальной дисциплиной под названием киноискусство. Есть некоторые школы, в том числе образовательные центры, скажем, образовательные центры под руководством Евгения Александровича Ямбурга, где есть замечательные киноклубы, и там это, там, вот это здорово, там это происходит самым лучшим образом. Туда приглашают и режиссёров, и критиков, и вместе с ребятами смотрят кино, обсуждают и так далее. Тогда это имеет полный смысл. А в таком виде что-то у меня большие сомнения. Ну вот, собственно, всё, что я вам хотел сказать сегодня. Спасибо вам за внимание, и до следующего раза.